Так, дополнение вышло 10 ноября. Новый сезон стартанул 17 ноября. Рейдсклеп Глубокого Камня стал доступен 21 ноября. Всё это потрогано, теперь пора и поговорить о том, что мне понравилось и что мне не понравилось. Видео будет, как не сложно догадаться, очень субъективным. Это исключительно мои впечатления и мои мысли. Я играю в эту игру для справки с релиза, так что ваше и моё мнение может отличаться. И это нормально, особенно если вы играете в Destiny 2 недавно или играете с появлением её бесплатной версии. Я не собираюсь никого ни в чём убеждать, просто делюсь. В этот раз я выбрал формат ролика по темам. Мы пройдёмся по заголовкам сюжет, локации, саундтрек, новый рейд, эндгейм, сезон охота и изменения в механиках, где я поговорю и о стазисе, и о мелочах геймплея. И потом уже в самом конце я поделюсь какими-то эмоциями в свободном формате. Сюжетная история Сюжет дополнения, рассказывающий нам об Эрамис и её попытках подчинить себе силы тьмы, понравился мне точно больше, чем сюжетка прошлогодней Обители Теней. Потому что тут есть что-то, кроме простой борьбы добра со злом. Есть некая неоднозначность. Она тут во всём. На протяжении всей сюжетной ветки нам задаются вопросы, а стоит ли доверять Вариксу? А хороша ли идея принимать силы тьмы для использования? Оправдывает ли цель средство? И точно ли Эрамис злодей? Её история – это словно кульминация фанатичного следования Эликсни за странником. После того, как Эрамис замирает, скованная стазисом, мне становится её жаль. Я стал понимать её мотивацию. И от того, куда более остро встал вопрос, а точно ли Стражи – исключительно положительные персонажи? Точно ли мы сеем добро, уничтожая надежды на выживание других жителей Вселенной? История за гранью света – это трагедия Эликсни в первую очередь. Я помогу тебе разорвать акулы! Разорвать здесь нужно только одно. Локации В игре появилось две новых локации – Европа и Космодром Старой России. И безусловно, Европа понравилась мне куда больше. Признаться, не с первого взгляда, как это было, к примеру, с Луной или Городом Грёз. Сначала меня немного обескуражили площади открытых пространств. Эти бескрайне белые равнины в столь динамичной игре, как Destiny, смотрелись несколько неуместно. Казалось, что в них как в патоке вязнет геймплей и внимание игрока. Но у Европы огромное количество подземных лабораторий и бункеров, каких-то проходов. И вот когда вы достаточно изучили и закрытые, и открытые локации, контраст между ними начинает вызывать желание исследовать местность снова и снова. Мне, кстати, понравились попытки разработчиков добавить на Европу неочевидные секретные активности, вроде странного сигнала вексов или кодов города Рис. Напомнило город Грёз с его бесконечными секретами, высшими испытаниями, сундуками. Что же до космодрома? Ну, он мне не нравится так, как мог бы. В том году в игру вернули другую локацию из Destiny 1, Луну. И вот от неё я до сих пор получаю визуальное удовольствие. Свет, тень, гамма, новые локации. Всё там очень органично. На космодроме пусто. И он вроде большой, но не затягивает. Его не хочется изучать. Нет даже какого-то ожидаемого прилива ностальгии. И визуальные графические улучшения, по правде говоря, не настолько бросаются в глаза. Ну, мне так кажется. А ещё этому месту трагически не хватает Shira 4. Саундтрек. Около года я играю в Destiny 2 без музыки. Саундтрек обители теней мне не понравился, ну вот совсем. Так что я не особо ждал чего-то и от загранью света. Особенно после того, как глубоко изучил процесс работы над звуком в игре. Кстати, посмотрите мой ролик про звук и музыку в Destiny, если ещё не видели. Студия потеряла золотые имена в составе композиторов. Однако в этот раз они всё же выдали очень достойную работу. Заглавная тема титульного экрана. Саундтрек на рейде. Музыка в синематиках. Всё чертовски хорошо. Пару треков я сохранил к себе. А вот композицию сетапа на прыжках на рейде Склеп Глубокого Камня очень кайфово включать, когда что-нибудь хочешь почитать. Ну и звук в целом очень хорош. Звук активации суперспособности стазиса на хороших колонках звучит очень сочно. В гарниле теперь словно рейвы начинаются каждые 5 минут. Рейд. Рейд Склеп Глубокого Камня мне понравился. Он динамичный, требовательный к вниманию игроков, но при этом не изматывающий. Многие назвали его очень простым. И да, он и правда не такой сложный, как мы могли ожидать. Однако, во-первых, крутость рейда не измеряется сложностью, а измеряется интересными механиками и наградами. А во-вторых, простой он только для тех, кто ходил регулярно в рейды Destiny 2 до этого. Но сейчас игра снова делает ставку на привлечение новой аудитории. И делает это через платное дополнение, а не через бесплатную версию со старым контентом. И для игроков, кто стал стражем сравнительно недавно, рейд простым не покажется. Мне понравились механики рейда, понравились локации. На рейде лучший за историю серии промежуточный этап с прыжками в открытом космосе. И в этом моменте настоящий Destiny больше, чем в остальном контенте за два года. Этап с падающим кораблем тоже очень запоминается, но он бы был еще круче, если бы была проработана механика гравитации, из-за которой все предметы и игроки немного скатывались по палубе, по направлению движения. Да даже рейдовый взвод очень крутой, за что я вот лично переживал. Но мне не понравился босс рейда, Таникс. Я этого прям вот не понял и не хочу. Наверняка, если я прочту 156 томиков лора, я пойму, как он там в тему и как важен. Но нет, геймплейно это оправдать нельзя. Я категорически отказываюсь соглашаться с тем, что келл падших, которого мы убивали в первой части, убивали, по-моему, в образе одержимого там же, и потом еще во второй части, как кошмара, что он был тут к месту. Я бы меньше возникал, если бы мы на всем рейде бились с разными клонами одной Атракс, чем вот это вот все. Эндгейм контент и постсюжетная активность. Эксперты спустя 2 часа игры выяснили, что контента нет и дополнение говно. С ними спорить трудно, куда уж мне. Я просто скажу, что в обители теней я не делал ролики каждый день и не засиживался до 6 утра типа «Ой, а сколько времени-то уже?» И во время отвергнутых, кстати, тоже ролики каждый день мне делать было не о чем. Квесты на экзоты, затерянные сектора, скрытые триумфы, рейд, секретное поручение, исследование Европы, развитие способностей стазиса, пвп с его новой безумной формой, наконец. Занятий лично я для себя нахожу море. И главное, вижу, как о многом мне нужно рассказать на канале. Я тупо не успеваю делать ролики. Так что да, моё мнение непопулярно. В игре я вижу больше контента, чем год назад. Радуюсь этому как автор и уж точно не стану вам врать, говоря, какое дополнение говно и продолжать при этом в него играть. Сезон охота. А вот тут всё очень плохо. Сезона нет. Я до сих пор продолжаю считать, что сезонная модель развития контента Банжи сейчас не по плечу. Они её откровенно не вытягивают без помощи сторонних студий, как это было в эпоху Activision. Но пока что уперлись лбом и продолжают продавать нам одну и ту же фарм-активность на разных планетах под разным соусом. Это самоуничтожение какое-то. Я молюсь всем богам, чтобы это прекратилось. Вернитесь к модели дополнений. Пожалуйста. А новый контент в течение года выдавайте в форме ивентов, секреток и небольших линеек поручений, как апрельский апдейт Тюрьмы Старейшин в первой части, например. Сама механика охоты мне при этом понравилась. Идти по следу, добираться до логово чудища. Но с мотивацией у мероприятия всё равно беды. Ну и за Ворона мне тоже обидно. Столь важного и интересного персонажа хотелось бы видеть на куда более значимых ролях, а так он опять сейчас мелькнет и пропадёт скорее всего уже навсегда. Геймплей. А вот в этом разделе я буду много говорить о минусах. Дело в том, что за гранью света добавило изменения в те механизмы игры, которые трогать не стоило. А те фишки, которые должны были бы изменить наш образ игры в лучшую сторону, не сработали. Как пример, конечно, стазис. Вот поиграли мы несколько недель с ним. А у меня вопрос. А зачем мне стазис-то? Что такого может этот новый сап-класс незаменимого в ПВЕ или в ПВП? Заморозка? А насколько она вообще нужна была игре? Да, это выглядит круто, как фишка в сюжетных миссиях. Но в эндгейме я выбираю стазис только для выполнения квестов, требующих его использования. Ну или так, по фану. В игру добавили полностью новую стихию спустя столько лет, а сценариев её использования не продумали. Дошло до абсурда. В новом рейде нет места стазису вообще. До его релиза я был уверен, что на каких-то стадиях рейда будет необходимо создавать кристаллы, замораживать противников. Но нет. Только старые обилки. Рейд будто делался для любого другого дополнения. Купол, кладезь и стрела. Вот что все используют. Ну ок. И зачем тогда это всё? Да, очень классно сделана кастомизация, все эти аспекты, фрагменты. Но без необходимости их использовать, грош цена и этому. В пвп, ну, сами прекрасно понимаете, что оно вот изменилось в игре безвозвратно. Не могу сказать, что это точно плохо или точно хорошо, но играть стало жутко некомфортно пока что просто из-за непривычки. Может через месяц игры будет ок, но пока я захожу в матчи только ради рубежа. Как там потом включат испытания Сириса, я даже не представляю. Ну и как я сказал, геймплей поменялся в мелочах, и не всегда хорошо. То маячки на миссиях отображаются так, что в локациях можно заблудиться, то тебя каждый квест просят отправиться в этот долбанный город Рис, в котором нет зоны высадки, и ты должен тратить по 3-4 минуты на то, чтобы просто дотуда долететь, на Спэрол. А это как бы не просто нытьё, это натурально антигеймплей. Это так сильно сбивает динамику игры, что я не раз просто бросал поручение какое-нибудь или какой-нибудь квест, на время отодвигал его, потому что ну задрало летать наверх карты без зоны высадки. Пожалуйста, просто почему её туда не добавить, не забрать её у Элси, куда нам нужно лететь раз-два в неделю, и переместить её наверх. Поручения и патрули на убийство мобов тоже жутко замедлены, из-за огромной локации их спаун недостаточно регулярный, и задание убить 50 падших стазисом превращается просто в унылое приключение на 15-20 минут. И вот какие-то эти мелочи, плюс ещё постоянно всплывающие баги, всё это довольно часто выводит из себя и отталкивает. И если баги сейчас довольно оперативно, надо сказать, фиксят, то вот мелочи геймплейные, как будто бы не замечают. Мне нравится то, как поработала студия над экзотами этого дополнения, их много, и большинство из них хорошее. Это уже настолько необычным кажется, что говорим спасибо и за это. С легендарным снаряжением, правда, есть большие проблемы. Его нового очень мало, нормального вообще почти нет. А вообще-то хотелось бы. Как минимум, ну, возьмите вы всю зелёнку и синьку из первой части и тупо сделайте из них легендарки для второй. Ну неужели это слишком большая просьба? Мы же постоянно говорим, что здесь один риюз. Ну так вот, риюзните это. В испытаниях Осириса тоже броня старая осталась. Ну, то есть, для новой планеты у нас есть новый сет, а для сложнейшей пвп активности нового сета нет. Кстати, чуть не забыл, динамичное изменение погоды и освещения. Погода мне понравилась. Она добавляет какой-то жизни на локации и это прям клёво. А вот с новым освещением всё не так однозначно. Вроде и красиво, а вроде так и у многих начались проблемы с производительностью на ПК. Так что не оправдать цели средствами. Destiny и до этого была красива, а завышение системных требований без возможности отключить это довольно смелый шаг. На Европе, кстати, у меня частенько теперь устают глаза от нового света и этой бесконечной белизны. Даже задумался о смене монитора. Ну и в общем плавно перейдём к впечатлениям. Мне скорее понравилось дополнение, чем нет. Я знаю, что у многих вагон претензий к нему и у меня в принципе тоже, как вы убедились, всё я точно в этом видео не смогу перечислить. Но если сравнивать с предыдущим дополнением, то тут однозначно я за загранью света. Проблема только в том, что игроки некоторые до сих пор ждут дополнения как отвергнутые и это им ломает все впечатления. Поймите, такого масштабного допа для игры уже не будет никогда. Второй год был золотым в этом плане и не нужно возлагать новые и новые надежды, чтобы потом писать в комментариях как всё скатилось и всё не то. Не завышайте свои ожидания выше того, что вам показывают и выше того, что по силам студии сейчас и всё будет окей. А им по силам делать красивые локации, прописывать интересные истории, отрисовывать невероятно запоминающиеся графику и снаряжение и многое другое, но вот масштаб к сожалению уже меньше. К этому видимо нужно привыкнуть. Отвергнутые, за гранью света, обитель теней, оригинальная Destiny 2. Вот так располагаются релизы лично для меня. Повторюсь, сезонная модель развития губит игру, её нужно срочно изменять и внедрять в дополнение по умолчанию на весь год, менять отношение к ней, название, способ подачи контента, делать так, чтобы игроки видели, новое дополнение это вот это, они хватали за голову, что к дополнению им нужно ещё и 4 сезона покупать, которые скорее всего сами по себе будут не очень, но они не хотят их пропускать, потому что там могут принести пушку в стиле ложь Вилл Винтера, которая потом станет недоступна. Дополнение я бы поставил 8 из 10, а сезону боже, ну троечку хотя бы, ладно. Я очень пока сомневаюсь, что через пару месяцев мы сможем находить серьёзные причины для фарма, сможем рассчитывать на интересные регулярные квесты, как сейчас, так что на данный момент я просто хочу играть, получать удовольствие и выжимать из контента максимум. Ну а что дальше будет, посмотрим, может про киберпанк видосики пилить начать. Нужно ли покупать за гранью света тебе? Если ты никогда не играл в Destiny 2, то лучше, конечно, покупать именно актуальные дополнения, а не старые на распродажах. Если ты раньше много играл, а потом бросил, то тоже, но при условии, что ты найдёшь команду, которая поможет тебе ловко наверстать упущенное. Ну или, надеюсь, мои видео тебе помогут. Ну а если ты и так постоянно играешь, то скорее всего ты уже и купил, и поиграл, и у тебя сложилось своё мнение и впечатление. Можешь написать его в комментариях под видео, обсудить с другими игроками. А у меня на этом всё пока. Спасибо, что досмотрел до конца. Поставь лайк, подпишись и нажми кнопку с колокольчиком, чтобы не пропускать следующее видео. Ну и до связи.